Когда-то, давным-давно, А я хотела эту историю расскажу. А ты хотела, а я расскажу. Когда-то... Я думала, что я не помню. Конечно, я помню. В общем, были времена... Да, я уже всплакну прямо. Были времена, когда Мося меня покорила своей окрошкой. Она мне предложила тогда, говорит, давай я приготовлю окрошечку. Я уже всплакнула. Да ладно тебе давно это было, столько воды утекло. И столько хороших моментов после этого было. Слушайте, прям такое душевное начало получается. В общем, Мося меня когда-то покорила своей окрошкой. Приготовила целую кастрюлю. Резала. Шестилитровую кастрюлю резала, старалась. Мы тогда, я помню... Потом полэтажа пацанов ее ели. Да, да. Мы когда в общаке жили, прям она всем так зашла. Ну и, конечно, я... Был покорен. Я был покорен. И, собственно, сегодня Мося поделится рецептом этой восхитительной окрошечки. Да. Да? Для окрошки нам понадобится отварное куриное филе, отварные яйца куриные, картошка в мундире отварена, почищена. Огурцы можно не чистить, но мы почистили, потому что кожура была плотненькая. Вода с газом, сметанка нежирная, лимонная кислота, горчичка, соль и укроп. Как-то все одинаково нужно нарезать или... Ну, просто кубиками я режу все и все. У каждого, конечно, размер кубиков разный. Бывают некоторые делают так, что прям... Как будто уже пожеванная кем-то перед этим. Ну, я люблю достаточно. Может, для кого-то это будет крупный кубик. Ну, чтобы ощущалось, что ты что-то прям жуешь. Конечно, в рецепте с... Из воспоминаний. Из воспоминаний была вареная докторская колбаска. Ну, сейчас возьмем вареную филешку. Можно еще, кстати, взять отварную говядину. Когда я отвариваю филе, я сразу никогда его не достаю из бульона. А вот она лежит и прямо остывает в этом бульоне. Тогда она не такая сухая, то есть она получается более мягкая и, ну, такая приятная. Не знаю, мне больше нравится. Ну, и дальше нарезаем огурчики и картошку. Картошку лучше всегда отваривайте в мундире, потому что так полезнее. В ней остаются ее полезные витамины, все вещества. Ну, в принципе, как некоторые думают, что картошку на ПП нельзя. Ее можно кушать, смотря в каком виде и в какое время дня и ночи. Правильно, правильно. Ну, естественно, картошка, это не значит, что можно съесть пачку чипсов. Да. Все ингредиенты у нас нарезаны. Отдаваем отдельно нарезанный укропчик. И теперь готовим наполнение. К сметане добавляем горчицу. Горчички? Угу. Я люблю, чтобы было прям с горчицей. Я еще даже бывает перцем посыпаю. Да. И теперь заливаем водой. Аккуратненько. В самом конце мы добавляем лимонную кислоту и соль. Добавляйте понемногу, ждите, пока оно растворится. Пробуйте. И если не хватает, добавляйте еще. Добавляем укропчик. Хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник. Что, надо поставить настояться? Да, и даем время настояться, хорошо охладиться. Я не могу, не могу. Не могу для это пойти. Не могу, не могу. У меня теперь льда в калерку насыплю. В холодильнике. А щепоточку? Ну, сейчас. Не, добавляй сразу, потом ее размешай. Перед подачей не забудьте посыпать все щепоточкой щедрой любви. Псю, псю.